Золотова! Ускорение! На рекорд идёшь! Рита, живая? Рита была профессиональной спортсменкой по бегу на короткие дистанции. Мечтала поехать на чемпионат. Но накануне отборочных соревнований у неё прихватило сердце. Рита испугалась за свою жизнь и приехала к бабушке, чтобы узнать, стоит ли продолжать тренировки. Я всю жизнь к этому шла. Пока все гуляли, с утра до вечера тренировалась. А теперь всё коту под хвост. Вижу смерть рядом с тобой. И муж то же самое сказал. Это он панику поднял после обследования. Он у меня кардиолог. Почему же именно сейчас? Ну это несправедливо. Погоди, слёзы рано лить. Чтобы всё точно увидеть, мне нужно обряд провести. Аня, ты уже закончила? Да. Дай мне эту пряжу. Отрежь здесь. Свет и тень, новый день, смерть и венец, покажи, чей конец, рвись, крепись, с правдой явись. Тени нить в разные стороны. Крепкая нить, крепкая жизнь. Тебе ничего не угрожает. Это точно? А муж сказал... Муж тебя любит, поэтому перестраховывается и тебя пугает. Значит, можно продолжать тренировки? Да. Ура! Слушайте, а вы там случайно не видели? А я на чемпионат поеду. Если захочешь, поедешь на чемпионат, ты там победишь. Спасибо. Спасибо большое. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Спасибо, спасибо большое. Слова бабушки успокоили Риту. Она продолжила тренировки и даже увеличила нагрузку. Одиннадцать, ноль, один. Значит, чемпионат за мной? Будешь так работать, на чемпионат мира поедем. Вот. Держи, от сердца отрываю. Спасибо. Только аккуратней с ними. В девяностых на чемпионате Европы мне их сам Кристи подарил. Были времена, сколько побед они мне принесли. Принимай эстафету с золотого. Ничего себе, спасибо. Смотри, не подведи. А за подарок можно ее поцеловать. Ну, как-то маловато за талисман. Иван Александрович. Другое дело. Мне муж не разрешает. Объятия и поцелуи тренера явно выходили за рамки дружеских. Но Рита отогнала эти мысли. Убедила себя, что тренер просто очень обрадовался результатом ее забега. Рита в приподнятом настроении ждала возвращения мужа с работы, чтобы похвалиться ему своими успехами. Привет. А тебе не темно? Серость-то это подарок золотому призера чемпионата Европы. Талисман. Я теперь даже спать с ними буду. Так, я думал, это привилегия только для меня. Ага. А это, как я понимаю, мой сегодняшний ужин, да? Прости, я после тренировки еще в зал зашла. Зато 99% что на чемпионат отправят меня. Прокопьев сегодня намекнул. Если выиграю, я и следующий год буду тренироваться в Европе. Поздравляю. Тво-тво-тво. Рано еще. Так, я не поняла, Золотов, ты что, за меня не рад? Безумно. А по тебе что-то не скажешь? Ну, извини, я просто голодна. Прости, я плохая. А давай покормим пупсика в кафе. Заодно отметим мою 11,01. Мне пять минут собраться. Обувайся! Прошло два дня. После очередной тренировки у выхода со стадиона Риту поджидал тренер. Золотова! Ты пешком? Да. Ну, садись, подвезу. Да нет, спасибо. Садись, садись. Тебе ножки беречь нужно. Еще чемпионат выигрывать. Спасибо. Не за что. Ах, эти ножки. Они с ума меня сверли. Иван Александрович, я все-таки пешком дойду. Да ладно, Золотова. Чего ты ломаешься? Иван Александрович, отпустите меня. Да хватит тебе. Я на смужу пожалуюсь. Да ладно, перестань. Я тоже женат. Отпустите меня, или я сейчас закричу. Золотова! Ты думаешь, я просто так тебя на чемпионат продвигаю? Отпустите! Иди! Завтра к шести на тренировку. Плохо, Золотова. Очень плохо. Что бог-то? На старте выложилось, сил на финиш не хватило. А вот Ковалева сегодня молодец. Аленочка, готовься к чемпионату. Она позже меня пришла, на три корпуса отстала. Ты по сторонам меньше смотри, быстрее бегать будешь. Рита была уверена, что тренер мстил ей за то, что она отказалась с ним переспать и переключила внимание на ее соперницу. Да ты просто неудачница. Смирись. Риту душила обида. Она всю жизнь выкладывалась и честно шла к победе. А в итоге на чемпионат отправляли соперницу только потому, что та переспала с тренером. Да почему? Все нечестно. Я так старалась. Ну ты не переживай. Может все еще уладится. Ничего не уладится. Больше ничего не хочу. Я уйду из спорта. Ну а может правда? Бросишь свои бега, заведем ребеночка, как мы хотели. Какого ребеночка? Ты понимаешь, у меня жизнь рушится. Ну ты сама сказала. Что я сказала? Мне надо было просто, чтобы меня выслушали. Мне твои советы не нужны. Послушай, но тебе же все равно, когда-то придется уйти из спорта. Я подумал, что сейчас может быть подходящий момент. Ты совсем или как? Лучше бы я тебе вообще ничего не говорила. Куда? Подальше от тебя. Внимание у мужа Рита начала сомневаться, правильно ли она поступила, отказав из-за него тренеру. Рита воспользовалась перерывом в насыщенном графике тренировок и приехала к бабушке узнать, как ей поступить, чтобы попасть на чемпионат. Не вижу у тебя на пути никаких препятствий. Вы в прошлый раз тоже так сказали. И еще сказали, что я на чемпионате выиграю. А я туда даже не поеду. Тренер Ковалева отправит, потому что она с ним спит. Есть у тебя с собой ее вещи или фотографии? Нет, конечно. Я с этой подстилкой трехрублевой не общаюсь. Дай мне вторую руку. Закрой глаза. Вспоминай вашу последнюю с ней встречу. Образ твой незыблемый передо мной. Дым разгони ее, покажи. В чем она была одета? Описывай. Спортивному костюму, как обычно. Нет. Я вижу платье и машин много вокруг вас. Точно. Она тогда после тренировки в платье переоделась. И я ее видела последний раз на парковке у спорткомплекса. Наверное, куда-то с Иваном Александровичем намылилась. Думай про нее. Только не ошибись снова. О чем вы говорили? Что она делала? Можешь не пересказывать. Я через твои мысли и так увижу. Открывай глаза. Не к тренеру она на свидание собралась. У нее с ним ничего нет. А что же он тогда ее в лидера ставит незаслуженно? В муже твоем все дело. Он тренеру заплатил, чтобы тот тебя на чемпионат не брал. Марк? Глупость какая. Зачем ему это? Это ты сама у него узнай. Вернувшись домой, Рита устроила мужу грандиозный скандал. Ты разрушил мою мечту. А как мне было тебя еще заставить? Ты же меня вообще не слышишь. Можно заставить что-то делать. Но нельзя заставить хотеть. Я не хочу ребенка, ты понимаешь? Я хочу выиграть чемпионат. Я хочу быть первой. И что? Одна медаль. Десять, сто. А дальше что? А дальше тебя выбрут на трензинскую работу и будешь выйти, как ваш Прокопьев. И тянуть за деньги богатую бездарность. Одна, никому не нужная. Без семьи, без детей. Зато ты у нас всем нужный. Не пила, несчастный. Зато я не пропадаю на вечных тренировках и сборах. И моя жена меня видит. Это для тебя чемпионат. А для меня это год разлуки с любимой женщиной. Ты же меня не поймешь. Тебе на меня было всегда наплевать. Это тебе на меня наплевать. И на то, чего я хочу. Нас только ты существуешь. Ты когда на мне женился, знал, что я спортсменка. Я тебя в ЗАГС силком не тащила. И вообще, если тебе что-то не нравится, уходи. Я никого не держу. А знаешь, по-моему, это хорошая идея. Давно надо было так сделать. Вызвала, как на пожар. Передумала, что ли? Продажная сволочь. Золотова, ты перезанималась? Я знаю, что вам Марк заплатил. А я-то думал. Ну, что ты на меня таращишься? Спасибо бы сказала. Я твою семью спасал. Особенно, когда в постель тащили, спасали. Золотова, что ты хочешь? Я на вас жалобу напишу в спорткомитет. Спустись на землю, ты ничего не докажешь. Я вам заплачу. О, хорошая идея. Какой же вы? Да ладно тебе, перестань. Я и так бы тебя отправил на чемпионат. Алена не тянет. Ну, раз ты сама предлагаешь деньги, зачем отказываться? Ритулька моя, я люблю тебя. Ковалева, опять молодец. Золотова, а с тобой что? Соберись. не умеешь бегать, не мучай ноги. Заткнись. Девочки, брейк. Все, разошлись. Рита не ожидала, что будет так тяжело переживать из-за разрыва с мужем. Она не могла собраться на тренировках и постоянно уступала сопернице. Рита поняла, что если в ближайшее время не помириться с Марком, победы ей не видать. Но если помириться с ним, придется покончить со спортивной карьерой. Получался замкнутый круг. Чтобы найти выход, Рита поехала за советом к бабушке. Спорт – это моя жизнь. Я не преувеличиваю. Это, понимаете, это как для летчика небо. Один день без тренировки у меня уже ломка. Кто тебе мешает? Бегай. Ты на чемпионат хотела, ты туда поедешь. Мне уже все равно, поеду я или нет. Я поняла, что мне без Марка ничего не нужно. Тогда брось спорт. Я не могу сейчас сдаться. Я так долго к этому шла. Вы не представляете себе, как это тяжело. Даже в школе. У всех в 8.30 занятия начинались, а у нас в 6 утра уже тренировка была. И так каждый день. Связки сколько раз рвала и ни разу не отступила. Я запуталась. Я не знаю, что мне выбрать. Вы мне поможете? Возьми горсть пшена и насыпь дорожкой. Кривая у тебя дорога стала. А все потому, что на мир ты чужими глазами стала смотреть. Поэтому и выбор правильный ты сделать не можешь. Очки тебе подарили. Примета есть такая. Нельзя очки в дар принимать. На мир будешь чужими глазами смотреть. А как мне посмотреть своими глазами? Раздели дорожку на две. Та часть, что больше, это твоя семья. Та, что меньше, карьера. Мужа тебе надо выбрать. Не помиришься с ним в ближайшее время, окончательно его потеряешь. Женского счастья больше не обретешь. До конца дней одинокой и бездетной останешься. Ясно. Спасибо. Стой. Увидела я, чья смерть рядом с тобой. Соперница твоей. Если она поедет на чемпионат вместо тебя, умрет. А это можно как-то изменить? Судьбы ваши закольцованы. Только ты можешь этому помешать. Слова бабушки еще больше о задаче Лериту. Если она помирится с мужем, то не поедет на чемпионат. Вместо нее тренер отправит ее соперницу, и она умрет. А если Лерита поедет на чемпионат, то спасет жизнь сопернице, но навсегда потеряет мужа и разрушит собственную жизнь. Рита металась, не зная, как поступить. Рита отложила примирение с мужем, решила сначала убедить соперницу отказаться от поездки на чемпионат. Пять минут. Я была позавчера у ясновидящей. Дожилась бедняжка. Ну и что, она сказала, что я золото возьму? Сказала, что если ты поедешь на чемпионат, умрешь. Ты что, тварь? Ты порчу решила на меня навести, да? Ничего я не делала. Значит так, если со мной хоть что-то случится, я тебя удавлю, поняла? Тупая, кривоногая овца. Перед тренировкой Иван Александрович объявил свое последнее решение. После отборочных соревнований он решил отправить на чемпионат Риту. Алло? Я ей перезвоню. Рита поняла, что битое стекло в ее кроссовке насыпала соперница. Хотела ее таким образом устранить. Рита была в бешенстве и решила не спасать жизнь Алены. Тем меньше травм. Алена, чего халтурим? О, Золотова, а ты тренироваться не собираешься? Нет, я решила уйти. не понял. Я не поеду на чемпионат. Золотова, ты рехнулась? Нет, сейчас пойду заявление писать. Ты что мне тут устраиваешь? У тебя критические дни? Так дела не делаются. Я уже заявление подал, бумаги подписал. извините меня, Иван Александрович, но я не могу. Золотова! Если решишь вернуться, я тебя так охаю, что тебя больше никто никуда не возьмет. Держи. Идиотка. Не бойся, я не ты их ядом не поливала. На удачу. Тебе она пригодится. Чемпионка. Чемпионка. Рита помирилась с мужем, но соперница не шла у нее из головы. Рита чувствовала себя ее невольной убийцей и каждый день видела в кошмарах ее смерть. Что, кури мне? Опять кошмар. Опять кошмар. Иди сюда. Давай. Кыш-кошмар. Все. Кыш-кошмар. Марк. Ну давай спать, Ритуль. Марк, это серьезно. На завтра никак не подожди, у меня консилиум с утра. Нет. Я, конечно, я знаю, что ты скажешь, но я так больше не могу. Ты можешь меня отпустить на чемпионат? Вначале он умрет. понятна. Ничего лучше ты придумать не смогла, да? Я знала, что ты мне не поверишь. Но мне ясновидящая так сказала. Марк, пожалуйста, послушай. Я просто не понимаю, зачем ты меня вернула вообще? Я клянусь, как только вернусь, сразу все брошу. И мы родим ребенка, я тебе обещаю. Угу. Старые песни я слышу, это уже три года. Поверь мне, последний раз. И если я тебе совру, можешь сразу меня бросить. Я даже удерживать тебя не стану. Совсем не нужен, да? Очень нужен. Больше всего на свете. Да и сама не знаю. верить мне этому предсказанию или нет. Но если Алена на самом деле умрет, я себе этого не прощу. Да и ты тоже. И ты хочешь сказать, что ты это все не придумывал? Я бегу на несказочник, если что. Да я тебе говорю, мне ясновидящая Нина так сказала. Еще сказала, чтобы я тебя вернула. что ты моя судьба. И я послушалась. Ой, Лиса. Тише так. Так, ну, чтобы это было в последний раз. Обещаю. Обещаешь? Угу. Точно? Угу. Точно? Обещаешь, да? Угу. Соперница Риты не поехала на чемпионат и осталась жива. Рита не обманула мужа. Сразу после победы на чемпионате она бросила свою спортивную карьеру и ни разу не пожалела об этом. Сейчас у них с Марком уже двое детей, и они счастливы. Но если бы не советы бабушки, все могло сложиться совсем по-другому. Потому что есть такая примета, нельзя дарить очки. Считается, что после такого подарка человек будет смотреть на мир вашими глазами, как Рита смотрела на мир глазами своего тренера. Редактор субтитров А.Семкин